Новая партия катализаторов отправилась на Кубу. Мы закачали один раз, и нефть пошла. Просто поперла нефть. Медиа-перформанс в Татарстане. Я даже не играю то, что я проживаю в этой постановке. Оно для меня очень близко оказалось. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Виктория Бояренцева. В инжиниринговом центре набережной Челнинского института Казанского федерального университета состоялась ярмарка вакансий. Участие в ней приняли представители ведущих предприятий. В их число ваше упало КАМАЗ, ТАТЭНЕРГО, РАМДИЗЕЛЬ, АКБАРСМЕТАЛ и другие организации. У нас сегодня очень важное ежегодное мероприятие – это ярмарка вакансий, когда мы стукуем наших будущих выпускников с потенциальными работодателями. Вот сегодня у нас в свои стенды выставили 65 предприятий, и они уже сегодня предлагают более полутора тысяч вакансий. Также в рамках ярмарки вакансий прошли мастер-классы по технологии трудоустройства. Участники мероприятия узнали, как правильно создавать резюме и выстраивать отношения с работодателем. Благодаря специалистам Казанского федерального университета реализация проекта по облагораживанию нефти месторождения Бока-де-Харука на Кубе станет возможной. Подробности узнала Лилиана Урманова. Ученые Казанского федерального университета разработали новый прекурсор – катализаторы на основе талатов, железа и никеля. В течение последних двух лет Институт геологии и нефтегазовых технологий ведет работу над катализаторами нефтегазовых продуктов. Исследователям уже удалось получить несколько эффективных реагентов. Разработанному недавно катализатору предстоит проявить себя в ходе внутрипластового облагораживания тяжелой нефти. Мы создаем катализаторы, которые закачиваем сначала в пласт, а потом туда 200 градусов пар даем. Эти вещества, которые еще не были катализаторами, они прекурсор называются, они становятся катализаторами. Когда до них доходит 200 градусов, вот этот пар превращается. И они эту молекулу помогают рубить. Ученые уже проводили испытания на месторождениях в Самарской области, Татарстане и Кубе. Ранее в ходе опытно-промышленных работ на Стрелковском месторождении было установлено, что применение разработанных катализаторов позволило снизить вязкость нефти более чем в 4 раза, а средний дебет нефти по скважине вырос в 7 раз. Мы закачали один раз, и нефть пошла. Просто поперла нефть. Почему? Сначала мы даже сами не поняли, почему это происходит. Мы просто закачали, нефть разжижилась, вот эта вот жидкая нефть поползла в разные места, она сама начала растворять эту вот тяжелую твердую нефть, эта нефть пошла в породу. В ходе научно-исследовательских работ выяснилось, что замена дорогостоящего никеля на более дешевое железо при сохранении высокой эффективности в составе катализатора снизит себестоимость изготовления. По результатам изучения воздействия катализатора на основе никеля и железа было выявлено, что и наибольшее вытеснение нефти было получено в эксперименте с использованием пара, катализатора и растворителя. При комплексном воздействии показатель вырос на 45%. Экономический эффект очевиден, то есть при добыче нефти этим способом можно увеличить на 10-20% добычу нефти, в зависимости от условий залежи, от свойств нефти. При этом нефть обогащается, ее не нужно дополнительно подготавливать для закачки в трубопроводную систему. И соответственно этим можно добиться еще до 30% экономии. Проект про разработки линейки различных катализаторов, реализуемый учеными Казанского федерального университета и специалистами за рубеж нефти, поддержан грантом Российского научного фонда в размере 128 миллионов рублей на период 2021-2024 годов. Лилиана Урманова, Карина Саяхова, Фарид Захит Аглы, Универньюз. Люди смогли найти волшебное средство – препараты для диабетиков, которые помогут без лишних усилий избавиться от лишнего веса. Какие последствия ожидают человека, который попробует этот легкий способ похудения, узнает наш корреспондент. Зарубежные блогеры запустили новый тренд, но он набирает обороты не только в США. Похудение с помощью препаратов от сахарного диабета практиковали и раньше, но не говорили открыто. На сегодняшний день множество людей по всему миру экспериментируют со своим здоровьем, что приводит к плачевным последствиям. В терапии сахарного диабета второго типа данные препараты назначаются только после того, как не происходит улучшение у пациента после диетотерапии. Только в этом случае, начиная с небольших доз под кристальным наблюдением врача, данные препараты назначаются. Естественно, здоровым людям ни в коем случае их принимать не нужно. Данные препараты на самом деле могут помочь избавиться от лишних килограммов. В их составе есть вещества, которые помогают поджелудочной железе вырабатывать нужное количество инсулина при высоком уровне сахара в крови. Благодаря этому в мозг поступает сигнал, что человек сыт. Однако на фоне их приема люди могут столкнуться с головокружением, утомляемостью и другими побочными эффектами. Также от таблеток снижается уровень витамина БЛ, БЛ-2 и витамина Д. Из-за этого люди начинают обращаться к специалистам, а после проведенной терапии у них возвращается прежний вес. Практически все сахароснижающие препараты, которые используются для лечения сахарного диабета, они, соответственно, приводят к снижению сахара в крови. Если пациент без сахарного диабета данные препараты будут использовать, то у него может возникнуть такое состояние, как гипогликемия. Могут возникнуть такие симптомы, как головокружение, тремор, вплоть до потери сознания. Высокий спрос на препараты от диабета, которые используют как жиросжигающий, привел к тому, что первые начали дрожать, либо вообще исчезли из продаж. Из-за того, что желающие похудеть начали скупать лекарства не по назначению, у людей, действительно страдающих данным заболеванием, нет возможности найти его в аптеках. Если пациент с избытком веса или с ожирением хочет снизить вес, то здесь нужен комплексный подход. Первое – это диета-терапия, то есть изменение своего рациона питания, подбор продуктов и не калорийный. Второй момент – это достаточное количество физической активности. Это физические нагрузки, опять-таки, учитывая возраст, пол и наличие сопутствующих заболеваний. Поэтому люди, у которых есть проблемы со здоровьем, должны обращаться к специалисту, а не заниматься самолечением. Дарья Степанова, Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Совсем скоро в стенах Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан состоится презентация театрального медиаперформанса, авторами которого стали студенты и преподаватели Казанского федерального университета. Все подробности в сюжете Юлии Салеевой. Интерактивный спектакль представит стили креативных индустрий. Идеей совместить технические возможности и творчество студентов была несколько лет. Проект представит возможность переместить человека из реального в виртуальный мир с помощью VR-технологий. Также в постановке будет живая музыка и экраны инсталляции, которые помогут создать уникальную атмосферу и погрузиться в историю. Общение со студентами и многолетняя наша творческая совместная работа, наверное, привела к той идее, что пора уже замахнуться на какой-то конкретный проект и пустить наш творческий поток уже в какое-то русло. Эта история основана на реальных событиях. Постановка расскажет о любви, предательстве и трагичной судьбе героя. В центре сюжета выдающийся художник Николай Фешин. Он 12 лет преподавал в Казанском художественном училище и прославился на весь мир благодаря своему творчеству. Был удивительным и талантливым человеком, жизнь которого обязана быть в центре внимания. Когда я прочитал сценарий, когда я стал изучать историю вообще полностью, и для меня, честно говоря, вот этот процесс и то, что я играю, то, что я даже не играю, то, что я проживаю в этой постановке, оно для меня очень близко оказалось. Медиа-перформанс – это большой эксперимент того, как человек сегодня погружается в информационную среду и управляет своим вниманием. Это идея того, как сделать медиапространство для отдыха, где человек может восстановить свои силы и полностью погрузиться в историю. Дело в том, что современные зрители, и тем более молодой зритель, воспринимают информацию очень фрагментарно, очень недолго удерживая внимание. И когда мы сооружали весь наш этот проект, мы думали о том, как сделать его удобным для восприятия. Поэтому долго зритель не останавливается на каком-то формате восприятия. Ну, буквально несколько минут идет видео, идет кино. После этого мы оказываемся на сцене для того, чтобы впечатления были другие. То есть это мир вокруг. Там какие-то будут небольшие эксперименты, небольшие будут еще интерактивности. Невероятную документальную историю можно будет посмотреть 24 и 25 марта в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан. Все происходящее будет снято на VR-камеру и размещено на сайте Казанского федерального университета. Юлия Селеева, Адалина Абдрахманова, Фарид Захит Углы, Универ Ньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялся региональный этап чемпионата профессионалы-2023. Подробности в следующем сюжете. В Доме научной коллаборации имени академика Камиля Валиева состоялся региональный этап чемпионата профессионалы-2023. Участники продемонстрировали членам жюри свои навыки в компетенции преподаватель технологии. Большой багаж знаний, там не так все как казалось бы просто. Надо обладать очень хорошими педагогическими навыками, уметь выступать, иметь уже базу практики для этого. Ну и естественно мы все приехали сюда с целью победить. Это очень интересный чемпионат, который дает очень много позитивных каких-то эмоций. Потому что здесь дети могут раскрыться и показать себя совершенно с другой стороны. То есть то, чего не хватает, наверное, просто в обычном учебном процессе. Какую-то креативность свою, какие-то новшества. То есть здесь на площадке они друг с другом меняются какими-то новыми идеями, что-то друг от друга перенимают. Конкурс проходил в двух возрастных категориях. В рамках основной студенты педагогических колледжей Татарстана занимались разработкой интерактивного сценария урока с применением различных конструкционных материалов и технологий. Юниоры в рамках чемпионата занялись созданием модели на основе отечественного конструктора RedPro. В прошлом году было все просто. Делай как по инструкции, делай как сказали. В этом году уже больше творчества, больше самостоятельности. Напомним, что региональный чемпионат профессионала является отборочным этапом. Его результаты позволят сформировать состав сборной команды Республики Татарстан для участия в общероссийских соревнованиях. Маргарита Михайлова, Елабужский институт КФУ, Универньюз. Нейросеть создала образы студентов Казанского федерального университета. На изображениях, созданных искусственным интеллектом, представлены обучающиеся всех институтов. В будущем планируется задействовать их не только в подготовке иллюстраций, но и в производстве контента и, возможно, в качестве соавторов. Иллюстрации размещены на официальных аккаунтах КФУ во Вконтакте и Телеграм-канале. На этом все. В студии была Виктория Бояринцева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok